Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала! Делюсь с вами рецептом для ужина, состоящего из фарфалэ с тушеным кабачком. Получается просто и вкусно! Приятного вам просмотра! Для приготовления этого блюда понадобится 150 грамм репчатого лука, который необходимо нарезать мелким кубиком. Также понадобится 150 грамм моркови, которую нужно натереть на крупной терке. И конечно самый главный градиент это кабачок, которого нужно взять 400 грамм и нарезать сначала его пополам, а затем полукругом по одному сантиметру. На загореть сковороде 80 мл оливкового масла. Пассеровать на этом масле лук с морковью до мягкости около 10 минут на среднем обмен. Кипящую подсоленную воду закинуть тем временем 100 грамм фарфалэ из твердых сортов пшеницы и перемешать. Варить их до готовности около 15 минут. Когда овощи в сковороде станут мягкими, добавить к ним чайную ложку молотой паприки, треть чайной ложки куркумы, треть чайной ложки черного и треть чайной ложки красного острого молотого перца. И перемешать. Переложить овощи со специями в стакан для блендера. Налить в стакан 100 мл 10% сливок. Измельчить все блендером до пастообразной консистенции. В той же сковороде, где жарились овощи, разогреть еще раз 50 мл оливкового масла. Процедить фарфалэ в туршлаг и промыть холодной водой, чтобы не слиплись. Когда масло разогреется, обжарить на нем кабачки до мягкости на среднем огне. Когда кабачки станут мягкими, добавить к ним пол чайной ложки соли и пасту из овощей и сливок. Немного перемешать и налить в сковороду 200 мл сливок. Перемешать до однородности и готовить еще пару минут. Ужин из пасты фарфалэ с тушеными кабачками готов. Подавать такое блюдо нужно, выложив на тарелку пасту, а сверху на нее кабачки с соусом. Аромат сливок и пряностей специй в сочетании с овощами порадует вас и ваших родных за семейным ужином. Благодарю за просмотр данного видео. Поставьте лайк, напишите свое мнение в комментарии, подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok